Сегодня самые редкие кошки планеты благоденствуют на узкой приграничной полосе Приморья. А еще сто лет назад леопарды обитали сразу в нескольких районах Южного Приморья. Из-за уничтожения лесов, развития инфраструктуры и браконьерской охоты их ареал сократился в 15-20 раз. Однако беспрецедентные меры, принятые для сохранения популяции, помогли. Численность леопардов приближается к максимальному пределу для данной местности, поэтому они возвращаются на территории, на которых их не видели десятилетиями. Квартира, которая, пока семья была небольшая, вполне удовлетворяла необходимым условиям, была удобная, уютная, а сейчас очень тесная. Стало больше, чем некоторое время назад. Популяция достигла определенного, скажем так, оптимального уровня для этих территорий, несмотря на то, что еды полно, удобно, уже тесно, нужно куда-то идти. И, соответственно, молодые особи покидают территорию Национального парка. И думаю, что они идут не только в Китай, не только уходят на Запад, но и начали перебегаться на Восток. Сейчас в бывшем ареале леопардов расположены и другие охраняемые территории – Уссурийские и Лазовские заповедники. Но вернуться на историческую родину самостоятельно звери пока не могут из-за большого количества препятствий. Самым труднопреодолимым является главная шоссе региона. Ученые хотят определить места и периодичность переходов животных через автомобильную дорогу. Главный инструмент – специальные фотоловушки, которые будут установлены в лесах вдоль трассы между Уссурийском и Владивостоком. Следить за потенциальной пятнистой миграцией на Восток будут 100 автоматических камер, способные зафиксировать здесь не только леопардов, но и других животных. Специалисты определили места, где появление хищников наиболее вероятно. Мы пытаемся посмотреть здесь, мы это наш институт проблем коллегии эволюции Миссиеверцева и на фронтальной паре земля леопарда, пытаемся посмотреть, насколько вывлекает вероятность перехода леопарда через трассу Левосток-Хабаровск на территорию его прежнего ареала, на те территории, где леопард обитал еще в середине 20-го века. Для этого мы пытаемся расставить сеть фото-ловушек, расставляем вдоль дороги на разном расстоянии и в возможных переходах через дорогу, чтобы оценить, насколько часто и насколько близко леопарда походит к дороге со стороны национального парка, и насколько часто и вообще удается ли им преодолевать эту дорогу, чтобы оказаться на другой стороне трассы в сторону Уссурийского заповедника. Одна из проблем – сохранность оборудования, ведь в отличие от национального парка или заповедника, территория вдоль трассы не охраняется. Чтобы обезопасить бесценные данные, получаемые фотоловушками, все камеры защищены антивандальными чехлами из жесткого металла. Кроме того, исправность устройств периодически будут проверять сотрудники земли леопарда, а также их коллеги из соседнего Уссурийского заповедника. Олег Завьялов, Ольга Зайцева, Новости на Восьмом.